Все хорошо, в Багдаде все спокойно, все прекрасно. Это уже пятый звонок за полчаса депутата Александра Шмакова, управляющего филиала общества Лукоил Информ и руководителя благотворительного фонда «От сердца к сердцу». Совмещать удается все, если четко спланировать день. Депутат берет в работу множество самых разных задач. Сегодня наиболее актуальны вопросы ЖКХ. Мы регулярно проводим встречи на площадках с жителями и понимаем, что, наверное, самой большой проблемой в нашем городе является то, что в домах не созданы советы домов. Для управляющих компаний, для них даже хорошо, когда нет этих советов, потому что они находят каких-то первых попавшихся жильцов, подписывают у них отчетные документы и, в общем-то, свободно закрывают те расходы, которые, те деньги закрывают, которые собрали с дома на текущее содержание и ремонт жилья. Сделать свой город живым может созидательное общество, считает Александр Шмаков. Он сам делает много для благоустройства и озеленения Коголыма. Высаживает деревья, выходит на субботники, принимает участие в экологических акциях. С 2011 года возглавляет благотворительный фонд «От сердца к сердцу», который помогает больным детям в получении лечения и реабилитации. За все время объединению удалось помочь семьям с оплатой лечения и реабилитации более 220 раз. В числе подопечных – жители Коголы, Малангипаса, Урая и Покачей. За последний год, 2023, нам удалось больше 20 миллионов помочь. А в целом мы уже приблизились к цифре 75 миллионов за все время. И я понимаю, что это такая, с одной стороны, большая цифра, с другой стороны, ее невозможно переоценить, потому что, конечно, понимаем, что это такая всегда достаточно тяжелая борьба. Помочь семьям в их борьбе со здоровьем и жизнью детей можно через официальный сайт благотворительного фонда «От сердца к сердцу». А это уже развязка «Восточная», важный для города проект. Здесь появится новое кольцо с пятью съездами. Перекресток с круговым движением свяжет Левобережную часть, северную, восточную промышленные зоны и автодороги в Сургут, Покачи, Лангипас и Нижневартовск. Работы планируют завершить до конца 2024 года. Основная фаза придется на летний период. Ход строительства тоже на контроле депутата. Реконструкция «Развязки Восточной» – это проект, который был включен в программу развития, в народную программу развития «Карта развития Югры». Это партийный проект «Единой России». И видим с вами, что сейчас как раз ведется отсыпка. Я думаю, что этот проект очень хорошо закроет те проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Этот объект, он нагружен реально. То есть это очаг аварийности, это постоянные затруднения в движении. Чтобы строить будущее, важно помнить прошлое. «Диктант Победы» – историко-патриотическая акция, объединяющая людей разных возрастов и профессий, накануне прошла и в Когалыме. Пропустить такое общественно значимое событие Александр Владимирович не мог. «Мы в следующем году уже будем отмечать 80-летие Великой Победы. И, конечно, это достаточно большие сроки. И не только уходят свидетели из жизни, то есть уже остались единицы буквально, но и даже их дети, и те, кто из первых уст знакомились. Поэтому, конечно, нам нужно максимально больше уделять времени, чтобы эти страницы исторические, героические наших дедов, прадедов оставались в наших сердцах». Содействие в решении городских проблем, контроль за этапами строительства новых объектов, помощь семьям в борьбе за здоровье и жизнь детей. Так проходят будни Когалымского депутата в постоянном поиске лучших решений и рядом с людьми. Элина Фатхиева, Максим Полозов, «Наши города».